МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Программа Акил Бумщер. Вы до сих пор не знаете, что означает это слово? Тогда прочитайте его задом наперед. Все правильно получилось, республика. Ведь мы рассказываем о детских новостях Чуваши. Сегодня побываем на фестивале красок, звукозаписывающей студии, и познакомимся с авиационной группой высшего пилотажа военно-воздушных сил России. Жители Чебоксары недавно отмечали день рождения своего любимого города. Праздник длился два дня. Данила, а тебе какое мероприятие больше всего понравилось? Сомнений быть не может. Мне больше всего понравилось выступление стрижей. Группа высшего пилотажа впервые показала свое мастерство чебоксарцев. И это было незабываемо. Некоторым ребятам удалось не только увидеть шоу знаменитых летчиков, но и пообщаться с ними. Вот сейчас лифтики. Точно. Стрижи – чемпионы среди птиц по скорости. Они даже не умеют ходить, только и делают, что летают. Когда я узнал эти научные факты, сразу стало понятно, почему авиационную группу высшего пилотажа военно-воздушных сил России назвали в часе этих птиц. Реактивные двигатели стрижей чебоксарцы услышали за несколько дней до праздника. Летчики приехали пораньше, чтобы изучить нашу набережную, потренироваться, а еще, чтобы общаться с чувашскими ребятами. На экскурсию в аэропорт отправились ученики 10-й космической школы и дети, чьи мамы и папы работают на заводе «Лара». Ведь именно там производят детали для истребителей МИК-29. Так называют эти быстрые самолеты. Управляют ими лучшие летчики России. Мы точно так же, как и вы раньше. Когда-то стоял, задавал вопросы. И когда я увидел пилотаж пилотажной группы, этот пилотаж, мне мурашки пошли по коже. Зажег себе какой-то огонек в сердце. И я себе сам сказал, что я буду летчиком. Ребята задавали пилотам кучу вопросов и с удовольствием поднимались в кабину. А там десятки приборов. Даже приставить трудно, как уследить за всеми. Мы спросили, почему бока помяты у самолета. Нам ответили, что он облегает все детали самолета. Чебоксары гостили 11 летчиков и 32 механика, которые следят за работой из самолетов. Именно эта дружная команда и устроила для чебоксарцев незабываемое шоу. Как-то стою, кажется, что я маленький муравей, но с этим самолетом. Раньше я такое видела только в небе или же по телевизору. И это большое удовольствие побывать в кабине самолета. И мало у кого есть такие вот шансы. Развороты, спирали, бочки и тюльпан – все это название трюков стрижей. Они летали на высоте от 200 метров. Это предельно малая и очень опасная высота. Скорость бесстрашной летчики тоже развивали нешуточную – до 800 километров в час. Колонна – четверка самолета в МиГ-29. Петлю начали! И летчики перестраиваются в процессе пилотажный строй рот. Стрижи выступали в Чебоксарах впервые. Летчики признали, что они влюбились в наш город. И эта любовь взаимная. Данила Сергеев, Андрей Шоклев, Акилбуксер. Продолжаем вспоминать самые интересные мероприятия Дня города. Давайте посмотрим, что увидела наша съемочная группа на творческом бульваре. Передаем слово Саше Васильеву. В день города центральная улица Чебоксар превратилась в творческий бульвар. Движение транспорта вечером перекрыли. И чебоксарцы смогли прогуляться до Красной площади, участвуя в разных конкурсах. Раз, два, три, горшочек вари! Бросай, бросай, бросай сюда. А вы можете приготовить пачки и потрогать. Профессор Нина учила малышей варить кашу. Но не манную, а мыльную. Эх, жаль, такую есть нельзя. С днем рождения! Чебоксарам исполнилось 545 лет. Ребята рисовали поздравительные открытки прямо на асфальте. А еще, признаться в любви родному городу, можно было оставив отпечаток своей ладошки. Творческий бульвар – это и театр, и развлекательный центр, и музей. Тут выставка старинных машин. А здесь – демонстрация самых красивых чувашских костюмов. Мне все понравилось! Наш город просто самый лучший! Лично я во время работы Творческого бульвара веселился на площадке детской телевизионно-театральной студии «Уча Мала». Мы проводили для всех чебоксарцев и почетных гостей мастер-класс по пантомиме. Глава республики Михаил Васильевич с удовольствием присоединился к нашему веселью. Праздник получился! Что надо! Шоу «Стриджей», «Творческий бульвар», «Праздничный салют». Представляю, как удивились новые жители Чебоксар, посмотрев на все это. Новые жители? Да это о ком? Об украинцах, которые теперь живут в Чувашии. Ведь сотни людей этой страны спасаются от войны в нашей мирной России. И многие люди готовы им помочь. Так в детском центре Кокоду для украинских ребят устроили веселый праздник. Завели свои моторчики! Дрынь-дынь-дынь-дынь-дынь! У этих ребят теперь все по-новому. Они живут в новой стране, просыпаются в новых домах и в школу пойдут новую. В шутку они даже называют себя новыми русскими. Мальчики и девочки, которые сейчас играют на батуте и горках, приехали из разных городов Украины. Они только что познакомились, но уже подружились. Я из города Константиновки, живу здесь уже полтора месяца. Я из Луганска, живу примерно полтора месяца и собираюсь здесь оставаться насовсем. Люди нравятся, очень добрые. Добрые гостики. Родителям этих ребят тоже нравится в Чувашии. Многие уже нашли работу. У Юлины Страдин теперь каждый день праздник. На родине она была секретарем на шахте, а теперь администратор развлекательного центра. Мы приехали из Луганской области с семьей в Чувашию. Здесь живут наши родственники в мае, как только войска вошли в город. Практически сразу я нашла работу. Все здесь нравится, город очень красивый. Работы у Юли и у ее коллег кнопочки и витаминки предостаточно. Ведь каждый день в развлекательном центре Кокоду веселятся сотни ребят. В честь всех детей, и украинских, и новорусских, дети, они везде дети, даже не критят, а бывают дети, вы не узнали? Вот в честь них всех, да, громко, три раза, вот чтобы весь магазин этот услышал, три раза громко, ура, давайте критим. Готовы? Воздуху набрать на тебя? Готовы? Раз, два, три. А сейчас внимание, впереди самый яркий сюжет выпуска. Одни очень веселые ребята решили разукрасить лето, сделать его самым цветным и устроить фестиваль красок. Вместе с участниками фестиваля «Море красок» окунулся и наш корреспондент. Давай! Большинство! Фестиваль «Красок» окунул 2014! Самые яркие люди! Кеа! 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 Чумазые и очень счастливые. Эти слова можно сказать про каждого, кто пришел на фестиваль «Красок». На стадионе «Волга» собралось более трех тысяч человек, и все они кидались разноцветным порошком. Как вы решили придумать такой веселый фестиваль? Фестиваль придумали не мы, он пришел из Питера, поскольку мы туда съездить не можем, мы решили его устроить здесь. Сколько красок вы привезли на фестиваль? Ну, краски мы заказали полтоны. А она отстирывается? Отстирывается, но плохо. А вот смыть с лица эту краску просто. Она, кстати, пищевая и поэтому безопасная. Организаторы фестиваля заказали порошок из Индии. Купить его приходит ему к любой желающий. Фестиваль «Красок» проходит в Чебоксарах второй раз, и я надеюсь, всегда будет оставлять свои яркие следы в нашей памяти. Ты не за яркого безумия! 180 минут отличного настроения! 10 800 секунд счастья! Все это фестиваль «Красок Холи»! Всю жизнь мечтал так с красками поборачиваться. У нас все еще впереди! Фестиваль «Красок» проходит каждый год. Я вот мечтаю сделать маме оригинальный подарок, спеть песню и записать ее на диск, ну или на флешку. Эта мечта тоже осуществима, ведь в Чебоксарах несколько звукозаписывающих студий, и в одну из них мы сейчас с вами и отправимся. Я бы хотела нарисовать мечту Солнце и вечер, молнию на лету Я бы хотела нарисовать полет Ветер свободы, что меня вдаль несет Вместо слез нарисовать цветы Вместо разум мосты Вместо утрат мечты Но красок нет, чтоб возвратить рассвет Чтобы каждой минуте вслед Не говорить прощай Все, молодец. У нас впервые к нам пришли гости. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ксюша. Я корреспондент программы Акилбупсер. Мне поручено задание узнать, как устроена звукозаписывающая студия. Расскажите, пожалуйста. С удовольствием вам расскажу. Студия состоит из двух комнат. Одна комната – это комната записи. Вот вы можете ее видеть в окошко. Вторая комната – где сидит звукорежиссер. То есть я. Обе комнаты хорошо звукоизолированы. Обратите внимание, на стенах специальный материал, который поглощает звук. И мы можем петь громкие песни, и соседи нас не услышат, а звук будет чистый и хороший. В звукозаписывающей комнате находится микрофон и певец. Отсюда я включаю ему мелодию, и по проводам она идет к нему в наушники. Мы записываем его голос, и голос возвращается к нам по проводам сюда, ко мне на программу. То есть эта компьютерная программа соединяет голос и музыку? Все правильно. Вот смотри. Сейчас у нас звучит голос без мелодии. А теперь мы добавляем мелодию. И у нас получается почти готовая песня. Сегодня в студии работает Софья Гаврилова. Юная певица серьезно занимается вокалом и сейчас записывает уже третью песню. Я хочу записать все мои хиты на диск и подарить друзьям и родным. Сколько времени занимает запись песни? Я больше в народном стиле пою. Но если я пою эстрадную песню, то, конечно, у меня больше занимает времени запись. А если я пою народную, то мне легче. И запись занимает мало времени. Ну, мало – это, наверное, 45-50 минут. А много – это уже до двух часов. Кто бы мог подумать, что трехминутную песню можно записывать больше двух часов. Но игра стоит свеч. Диск со своими песнями навсегда останется в семейном архиве. Да и на вокальном конкурсе Sony обязательно пригодится. Кстати, на запись в студию творческого воплощения приходят не только профессиональные певцы, но и простые люди, которые, к примеру, хотят сделать необычный подарок на свадьбу или юбилей. Кто никак не может смириться, Кто летать мечтал, но упал. К нам может прийти абсолютно любой желающий. И записать, будь то свой голос, либо свою мелодию, которую она играет на фортепиано или на гитаре. То есть мы можем записать и инструменты. Оборудование хорошее, позволяет это сделать. У нас микрофон студийный Neumann, мониторные колонки для аналектик, через которые будет слышно все, что вы проговорите мне. Не хочешь ли попробовать? Пойдем. Жили-были три китайцы. Як, як, циндрак, як, циндрак, циндрак, ка кони. Жили-были три китайки. Ципа, ципа, дрипа, ципа, дрипа, лимбопони. В студию звукозаписи можно записать не только песни, но и стихи, скороговорки и аудио сказки. Ксения Михайлова, Андрей Шоклев, Акилбупсер. На сегодня это все. Для вас работали Данила и Никита Васильевы. Если вы хотите поделиться со всеми жителями Чуваши своими новостями, звоните нам в редакцию по телефону 64 11 11. Вы также можете предложить свою тему для сюжета в нашей группе ВКонтакте. Хорошего всем настроения! Отпразднуйте День Знаний на 5 с плюсом! До свидания! Жители Чебоксары недавно отмечали день рождения своего любимого города. Праздник длился два дня. Ваня, а тебе какой? Ваня. Там Ваня написано. Я забываю. Вам объясняла. Это я для других писала. А они уехали. Все собрались. Сели. Хорошо сидим. Выпримали спинки. Ваня. Спасибо. Ваня. Ваня. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok